Всем привет большой! Да, я потерялась. Да, я забыла, обленилась. Сегодня 23 февраля, праздник, и я решила снять видео по окончанию почти зимы. Не знаю, не было особо прям желания снимать, потому что у меня был завал. Ну и признаюсь честно, не было особо желания. Простите. Сегодня видео будет о том, чем я пользуюсь каждый день. Косметика, уходовая и декоративная. Да, уже начинаю забывать все. Покажу плюсы и минусы, чем я пользуюсь каждый день и повторила бы еще раз эти продукты и в чем особо разочаровалась. Так что погнали, поехали. Недавно я разбирала свою косметичку, свои косметические принадлежности именно декоративной косметики и поняла, что мне многое не нужно и избавилась от многого. К сожалению, я тогда не думала, что туда снимать и оставила то, что самое нужно. Сейчас я покажу, чем я пользуюсь. Макияж я сегодня делать не буду. Последнее время мне что-то так много высыпало. Не знаю, как этого избавиться, но мне помогало, помогает. Вот такой вот такая вот мазь SkinnoClear. Думаю, что многие об этом знают. Ну, я пользуюсь две недели, но, видимо, у меня что-то на что-то аллергия, поэтому оно часто высыпает. Остается вот таким вот высыпанием. Я не знаю, он то помогает, он не помогает. Хорошо подсушивает, прощи. Видимо, дело в другом. Итак, это мой столик. Стол рабочий. Здесь все находится. Да, это Женек. Классный чел. Люблю смотреть с ним обзоры. Ну да ладно. Кстати, мне сестренка подарила крутые очки. Такие надо ставить, конечно, свои диоптрии и сделать их антивеликовыми. Они очень крутые, модные. Как раз то, что я хотела. Здесь стоит совсем другая диоптрия, но да ладно. Они крутые. Очень нравятся. Далее, как я показывала, SkinnoClear. Вообще, классная штука на процент. Вот не знаю, чего там. Я забыла. Азелиновой кислоты, да. Есть 15. Она желтенькая вот такая, а есть больше. Там 30, что ли, процентов. Не стану врать. Вот это пушка-бомба. Я просто фанат бальзамов для губ. Они очень классно пахнут, особенно It's My. Я столько перепробовала. У меня еще есть такой же с апельсином, но с голубикой мне больше нравится. Купила золотом яблоки. Далее. Крем. Крем для лица. Он как будто бы против покраснений. Результата не увидела. Ну, так себе, честно говоря. Один. Если по шкале от одного до десяти, то пятерка просто. Жду пока он закончится. Вот это продукты мои повседневные. Бюджетные тени, да. От Ламель. Покупала год назад. Но у них вот они, ну, как сказать, бюджетные, конечно. Не скажу, что прям они вау. Но на тот момент, когда я начинала свой путь в макияжу, да, они прям мне стали классные опоры. Тут есть все, на самом деле, оттенки. Я в основном пользуюсь с первым, вторым, иногда золотыми. То есть все, как сказать, базовые, базовые тона. На каждый день самое то. Далее. Далее. Отнаружила для себя очень классные карандаши для губ. Я прям подсела на них. Это куб Мисс... Мисс Туаз. Не знаю, как произносится правильно. Он новый. У меня еще есть такой, ну, в другой косметичке. Далее. Я была в погоне за вот этим прекрасным консилером. 18 часов стойкости. От Катрис. В оттенке... В оттенке бейдж 0,20. Не помню. Я покупала где-то его, наверное, месяца 2-3 назад. В золотом яблоке. Я просто обыскалась его. Это были последние. Я урвала две штуки последним. Все. И больше они не выпускали. Решит. Вообще классный. Хочу попробовать от него также такой же тональник. Водостойкий. Классный. Далее. У меня уже закончилась эта тушь. Essence Lash Princess. Именно вот сиреневый. Он дает объем. Но не знаю. В прошлый раз, когда я покупала, он был крут... Эта тушь была крутая. Не знаю, что произошло в этот раз, но что-то... Либо тушь сухая, либо что. Но она особо так прям... Ну, не давала своего эффекта. Крутая, на самом деле, щеточка. Она такая пушистая. Подкручивает очень хорошо и делает объем. Далее. Это очень-очень-очень старый мой карандаш. Я пользовалась еще в школьные годы. Вон он здесь. Протертые розы. Как это называется? Айлайнер. Карандаш для глаз. Его здесь, конечно, нету. Он очень старый. Но я его недавно поточила. Классно делать в нем смоки. Вообще, крутой карандаш. Мягкий. Далее фломастер. Айлайнер. Да? Подводка. Я накупила их, наверное, около четырех штук. Покупила. Банально в фикс-прайзе. 79 рублей стоило. Очень классный фломастер. Честно, вот скажу, сколько перепробовала. Очень удобная пипка. Очень удобный маркер. На самом деле, делают классные стрелки. Советую приобрести. Далее. Румяна. Мунрайз от Ламель. Покупала тоже в прошлом году. На самом деле, мне такой формат неудобный. Просто на тот момент выходила линейка Ламель. Про луну, что-то еще. И мне они очень понравились. Их хвалили. Это вот в оттенке 401. Мунрайз суфле блаж. Слушай, неудобно, что их надо открывать постоянно. Они неудобные, потому что пачкаются. Видите, он запачкался. Хочу купить новые, но уж точно не в таком формате. Выглядит вот так вот. Они, конечно, когда упали, побились немножко. Но цвет классный. Далее. Для себя нашла такую очаровательную находку. Еще в таком формате. Flower Haze. Я вся была в погоне за крутыми тенюшками, тенями. Это было последнее. Мы как-то со своей подругой хотели сделать друг другу подарки на Новый год. И я такая, у меня не хватает теней классных, чтобы делать крутой макияж. И что вы думаете? Пришли мы в золотое яблоко. Я прям просто влюбилась. Особенно в этот оттенок. В Sky. Или не помню, да, вот в этот вот синенький. Он просто поразил мое сердце. Я просто волошенлена от этих ярких пигментов. Они все яркие. И она мне сходу подарила. Это было последнее. Далее для себя я обнаружила просто бомбическое комбо. Это тоже такой же карандаш от этого же бренда Nistuas. Боттенки 765. Этого нюдовый оттенок. Вместе с крутым, просто невероятным блеском от Maybelline. Именно Gloss вот этим пользуюсь. Он уже почти заканчивается, к сожалению. Далее тоже от Lamelle. Вот такой вот приятный, розовенький. Вот как у Barbie Gloss. Он очень пигментированный. Он просто невероятный. Особенно ночью. Вот когда вы там действительно на диско-пати делаете. Именно в 406 оттенке Pink Creamy. Классная матовая помада от Evelyn. Я уже вторую беру. Она заканчивается. Просто нереальный нюд. Сегодня следующий день. Вчера я не успела отснять полностью видео, потому что было занято. Сегодня покажу остальшуюся часть. Именно маникюр. Хочу кое-что покорать. Сегодня я иду на концерт. Своего любимого исполнителя Маркулы. Я очень уверена. И надеюсь, что я попаду к нему за кулисье. Просто он оценит мой маник. Да. Так вот, что у нас сегодня по плану. Покажу оставшуюся часть вторую. Хочу представить вашему вниманию вот такой для себя открыл крем для рук и тела. от Ecolatier. Я пользовалась таким шампунем мицеллярным. И бальзам для волос очень неплохой. Состав хороший, приятный к телу. Есть пантенол, что немаловажно для моей кожи. Потому что сейчас холодно, а у меня и так сухая кожа. И очень хорошо помогает. Расход бюджетный. Хотя я люблю мазать на себя просто очень-очень много. Далее. Далее. Вот такой тоже боди лосьон. Тоже покупали в золотом яблоке. То и другое. Это подарила мне сестренка. Потому что ей не понравился запах. Слишком притерный. Но я скажу, мне очень понравился. С витамином Е. Там что-то осталось на дне. Я использую его как крем для рук. Тоже приятный. Но он не особо такой впитывательный. Да. Питательный. Потому что, как сказать, кожа слишком быстро начинает сушиться после него. Даже эколотия лучше держит свое, так сказать, свое увлажнение на целую ночь. Вся. Pure Green. Корейская. Я от Едах. В общем, мне нравится косметика корейская от Едах. У меня умывалка есть. Но что-то в последнее время зеленый умывалка от Едах мне очень сильно... Ой, простите за шум. Мне очень сильно сушит кожу. Но скажу, это эмульсия очень хорошая. Если, например, у кого-то есть прыщи, она очень тонким слоем ложится на лицо. Например, мне ни один крем не подходит для лица. Почему-то начинают закупориваться поры, вылезать прыщи. А это самая находка просто. Это просто моя любовь для сухой кожи, для губ и для остальных частей тела. Вообще классная штука. Советую всем. Трещин для очень сухой кожи. Вот для моей. Она очень классная, на самом деле. Я ее для пяток использую. Вы бы видели, и слава богу, что не видели мои пятки, но она почти закончилась. Я ее очень использую. Кстати, бюджетно. Я ей пользуюсь не каждый день, а, наверное, несколько раз в месяц. Но эффект вау. Покупала на Вайлдберрисе, увидела. Далее бронзер от Ланель. Классная штука, но я его уронила. Мне он очень нравится. Покупала в тон 401. Покупала в золотом яблоке. Вместе как раз с румяными. Эвелин. Классный. Просто отпадный. Блеск для губ. Номер какой? 25. Экстрим. Ничего подобного. По пару раз попользовалась. Мне не понравилось. Никакого объема. Ничего не дает. Далее. Для себя открыла. Инфлюенс. Очень нравятся карандаши для глаз. Это просто нечто. Это бомба. Я как раз искала под вот этот именно цвет. Бомбический. И нашла вот такой вот. Тоже классный карандаш. Зеленый. Очень красивый цвет. Благородный. Не такой бабульский. Выглядят эти сводчи вот так. Он очень похож. Очень подходит к моему зеленому свитеру. Он даже вот дает какие-то вот блестяшки. Next is Powder от Vivienne Sabo. С вами читала о ней. Пользовалась год назад. В оттенке 04. Мне очень нравится. Такой вот увлажнительный гель. Помада. Неудобно светить. Ну, он классный, да. Но чего-то не для меня. Не знаю. Мои губы всем светленьким идут. У меня темнит. Не знаю. Luxe Visage. Тени. Обожаю этот цвет. Сейчас скажу. Забыла. А, 02. Классно выглядит. На весну самое то. Берите. И у вас красная помада. Hot Candy. 12 оттенок от Divas. Да. Была долго я в поиске красной помады. Пользовалась всего лишь один раз. Видимо, надо очень как-то, не знаю, выборочно подходить. С умом. Далее переходим в My Private Zone. A.K. Ванна. Bathroom. И покажу, чем я пользуюсь. Нашла для себя отличный тоник от Post Acne и Acne. Мне его посоветовала подруга. Покупала тоже в золотом яблоке. Стоит около 800 рублей. Классный. Буду повторять. Советую. Далее заезженный Retinol. Это натуральный. Пользовался всего пару раз. Видно по использованию. Корейский. Чисто корейский. Покупала его тоже за 800 с чем-то рублей. Тоже в золотом яблоке. Не знаю. Эффекта не заметила. Но его очень сильно расхвалят. Видимо не моё. Далее. Для зубов. Это у нас укрепление и защита эмали. Хотела для себя найти то, что не особо портит эмаль. Да. Но защищает от кариеса и так далее. Пользовалась им достаточно часто. Но результат так себе, конечно. Нужно покупать какие-нибудь полоски. Минус в том, что когда ты его на ночь наносишь и проглатываешь слюну, не особо приятно. Да. Ну как, например, паста. Паста во рту. Не очень. Далее. Это полки с уходом за волосами. Олин. Стала моя любовь. Просто незаменимая штука. Именно 15 в одном. Покупала тоже в золотом яблоке. Солевой спрей. Для объёма, для локонов. Именно пудра. С витамином С. Классная штука. Пилинг. Маска. Просто супер средство. Но для меня она слишком высушила кожу. Я сейчас ей не пользуюсь. Душа, на самом деле. Испанский. Ой, очень бюджетный. Брала за 200 рублей его где-то. Он не сушит кожу. Мне очень нравится. Вот такой вот шампунь от Альсеф. Восстановление. Я покупаю уже постоянно. Уже, наверное, 3-4 раз. Также для него такой же марки. Бальзам. Мне очень нравится. Особенно у кого волосы покрашены. Самое то увлажняет. И запах просто нереальный. Говорила недавно. Именно такой зелён цвета. Бюджетненько. И когда я покупала и пользовалась несколько раз, она была крутая. Но сейчас, видимо, я пересушила кожу. И пока перестала ей пользоваться. А так классно очищает лицо. Советую. И последняя находка. Не скажу, 50 на 50. Это у нас гидрофильное масло для лица. Мне обещали, что расхода такого бешеного не будет. Но, извините, двумя каплями них не обхожусь. Тоже корейский. 700 рублей стоил. Покупал в золотом яблоке. Я думаю, что я попробую в следующий раз гидрофильное масло от Акт. Но это так себе. И нежный гель для интимной гигиены. Постоянно таким пользуюсь. Ещё в розовом цвете. Покупаю всегда на фикс прайде. Ну, где-то около 99 рублей. Очень хороший гель. Не вызывает никакой аллергии. Поддерживает PH. И не клонит раздражений. Тоже советую. Последний. Это у нас такой вот скраб. Да, выглядит не очень. С голубикой. Тоже от органика. Я думала, от органика будет намного лучше. Особо не выравнивает кожу. Просто так. Зря купила. Мне он не очень понравился. Он как будто просто как гель для душа. Вот просто. Как суфле. Не более. Так себе. Ну, на этом всё. Спасибо, что смотрели мой обзор. Думаю, что вам понравилось. Может быть, что-то взяли для себя. Буду рада постить для вас ещё больше видео. Как нагрянет на меня мотивация. И какое-то желание. Сейчас весна будет. За окном уже вот-вот. Думаю, проснётся во мне желание снимать больше. И появится больше идей. Всем хорошего дня. Как вам? И на самом из фронта. Увидимся. Пока.